Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, вам мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович отвечал на этот вопрос, ответил он вам довольно таки на мой взгляд исчерпывающе и лаконично, я попытаюсь раскрыть некоторые детали, которые как мне кажется тоже важны и на которые мой коллега внимание не обратил, вот, ну просто чтобы не повторяться, хотя конечно мой ответ возможно будет как-то пересекаться с тем, что уже сказал мой коллега, и так, ставить временные рамки для невесты при посещении ночных заведений без моего присутствия, является ли заботой или это как некоторые говорят детский сад, ну здесь мы уже видим то, что вы не доверяете себе, потому что у вас есть позиция, если это позиция ваша, вы берете ответственность за эту позицию, в том числе и за последствия вот, такая позиция является достаточно жесткой, да, позиция, вот, но может естественно приводить к негативным последствиям вот, и если это ваша позиция то она, ну как бы означает, что вы принимаете негативные негативные последствия, например протест человек Невеста с подружками пошла в ночной клуб в 6 вечера отдохнуть, я ей сказал все до 12 часов потом с тобой приеду, я за нее переживаю, потому как в 12 примерно собрается быдло всякое, прется туда которая может лезть, приставать, я за нее переживаю, потом забираю ее в 12 ночи я считаю это определением заботы о человеке Согласен, это действительно может быть забота но давайте подумаем что такое забота и что создает забота забота создает ощущение уюта ощущение защищенности ощущение тепла вот вы не спросите у своей невесты в случае, когда я о тебе так заботюсь, что ты чувствуешь если она скажет, что чувствует то, что я перечислил, все замечательно но если она скажет, что она чувствует давление, не свободу, это уже не забота звучит то, о чем вам сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович вот и все, все очень просто вопрос только в том как мне кажется готовы ли вы принять эту правду готовы ли вы принять, что ваша забота это не совсем забота готовы ли вы готовы ли вы принять, что на самом деле здесь может идти речь о чем-то другом понимаете вот это такой момент следующий момент то, что вы за нее за свою невесту переживаете на мой взгляд ну опять же да это как вам сказал как вам сказал мой коллега это вот в принципе вполне может быть ваша привлочность ее необходимо отделять вот вот действительно переживание за ну за человека вот вещи это разные вещи это разные как мне кажется как мне кажется вот то есть если вы не принимаете ну как бы вероятность наступления на каких-то негативных событий да которые в принципе реальные которые могут произойти с каждым вот то это вот именно вопрос вашего не принятия реальности мира и на другой чаше весов на мой взгляд просто стоит какая-то вот несвобода и подавление скажем так человека вот к ну опять же к моему большому сожалению вот поэтому это нужно учитывать обязательно если мы говорим как бы об отношениях знаете вот как-то так я думаю можно ответить вам на вопрос который вы задаете а то есть вот понимаете на что я хотел бы обратить вам ваше внимание что с одной стороны вроде бы вы говорите о том что вы вот в чем-то уверены а с другой стороны вы говорите о том что по сути что вы спрашиваете вы именно задаете вопрос свой поэтому я бы сказал что нет ответ какого-то однозначного ответа все решается индивидуально в этом смысле вот поэтому вместе со своей невестой вам нужно обратиться к семейному психологу все прояснить или вам или вам самому поскольку эта проблема судя по всему ваша или вам самому обратиться к специалисту и поработать на эту тему на этом все желаю вам всего самого доброго удачи обращайтесь за помощью вам она пригодится